Всем привет, ребята! С вами снова я. И сегодня я вместе с вами буду впервые в своей жизни готовить кейк-попсы. Кейк-попсы представляют собой маленькие пирожные на палочке круглой или квадратной формы. С виду напоминают леденцы. Основа для приготовления классических кейк-попс это бисквитная крошка, которую смешивают с мягким кремом или шоколадной глазури. И я купила на Азоне вот такой набор. Типа есть все самое необходимое для приготовления кейк-попсов. Единственное, что нам нужно, это 3 яйца, 100 грамм растительного масла, миксер или венчик, зубочистку, вазу или большой стакан, силиконовую лопатку или ложку. Все это дело мы будем делать 3 часа. Я сейчас когда это увидела, у меня чуть шары не выкатились из моих глаз. Знаете ли, 3 часа. 3 часа своей жизни потратить на кейк-попсы. Но в итоге нам обещают аж целых 36 штук. Рецепт на оборотной стороне. Прикольно, тут даже все с картинками пошагово. Смотрим. У нас есть посыпка кондитерская. Еще посыпка кондитерская. 3 тюбика сахарной глазури. Белая глазурь. Коричневая глазурь. Розовая. Окей, пурпурная. Пурпурный цвет. Один кондитерский мешок. Безглютеновая смесь для лимонного кекса. Розовая сахарная глазурь. Формочки для тех самых кейк-попсов. И, видимо, палочек не было, положили трубочки. Первое. Высыпаем смесь для лимонного кекса в емкость. Добавляем 3 яйца и 100 грамм растительного масла. Взбиваем до образования пышной массы. Миску я возьму самую большую. Растительное масло. Идеал. Миксер, я надеюсь, на месте. Есть. Три яйца. Раз, два, три. Высыпаем смесь для лимонного кекса. А эту коробочку я буду использовать как мусорку. Лайфхак. Раз, два, три. 100 грамм растительного масла. У меня есть вот такая замечательная ложечка. Здесь написано ровно 100 миллилитров. Бахаем. Придерживаемся рецептурки. Это самое главное. Теперь миксер. Шмяк, шмяк. Ну, вроде норм. Можете меня поздравить? Мы полностью выполнили шаг номер один. У-ху! Переходим к шагу номер два. Перекладываем тесто в кодитерский мешок, используя вазу или большой стакан. Вставляем мешок и перекладываем тесто ложкой или силиконовой лопаткой. У меня есть вот такой графин. Ну, вроде нормально, кстати. Такая плотная, конечно, смесь. И шаг номер два. Дон. Переходим к шагу номер три. Завязываем кодитерский мешок сверху, снизу отрезаем кончик, чтобы получилась дырочка 1-1,5 см. Шаг номер четыре. Берем половину форму без дырочки и аккуратно заполняем тестом ячейки, накрывая второй половиной формы. А типа форма чистая, да? Мне же не писали, что ее мыть надо. Значит, мыть не будем? Или будем? Будем, конечно. И переходим к шагу номер пять. И видим то, что написано, выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов. 180. Пусть предварительно подогревается. Но теперь вернемся все-таки к шагу номер три. Нам нужно завязать кондитерский мешок. Затягиваем как можем. И аккуратно заполнить тестом ячейки, накрывая второй половинкой формы. В принципе, пока что все легко и просто. Вау. Тинкс. Так, ну еще тесто у меня не влезло. Я так понимаю, что это типа на два захода. Шаг номер пять. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов в духовке в течение 15-20 минут до готовности. Теперь аккуратно идем к духовке. Открываем духовку. Шаг номер шесть. Это достать из духовки, дать полностью остыть в форме. Но это еще пока что рано, так что пропускаем. Шаг номер семь. Закрытые тюбики глазури помещаем в стакан с очень горячей водой на 10-15 минут. О, как раз таки мы сейчас этим и займемся. Достаем тюбики, хорошо разминаем в руках, чтобы глазурь вытекала равномерно. Для рисования тонкими линиями прокалываем мембрану тюбика зубочисткой. Аккуратно смазываем кончик трубочки глазурью. И вставляем в кейк попс. Вот о чем я и говорила. Нам сейчас нужно будет сначала освободить морозилку, а потом займемся уже глазурькой. Пойдем смотреть, что у меня в морозилке. У меня есть два отделения морозилки. Первый нам точно не подходит. Второй поглуже, так что освобождать будем здесь. Выкладываем картошечку фри, капсусточку брокколи, мороженку из тиктока. Ну, поедим попозже, что оставили. Еще одна мороженка из тиктока. Ее кто-то не съел, что ли? Или в чем проблема? Я не понимаю, что они здесь делают. Брокколи. Вот это я сюда положу, наверное. Суть какая? У нас за окном минус 30, так что я сейчас это все уберу в пакет и поставлю на улицу. Надеюсь, там крысы, мыши и прочая живность не съест, хотя они так делали, между прочим. И сюда уже можно будет спокойно поставить наши кейк-попсы на 15 минут. Короче, нас подводит техника. У нас не сработал таймер. И сейчас не срабатывает. Но мы посмотрели, и уже стоит 25 минут. Есть все шансы, что у нас все сгорело. Ой, нормально все четко. Они такие прям идеальные, блин. А может снимем и все? Они пушечные, они просто идеальные. Офигенные. Итак, по инструкции. Давайте перейдем к инструкции. У меня тут уже кофе налит. Я уже готова, знаете ли, вкушать. По инструкции мы достаем из духовки, даем полностью остыть в форме. Пойдемте поставим на улицу, чтобы это все быстрее остыло. Короче, ставим сюда. Минут 5-10 ждем. И возвращаемся. Наконец-таки пришло то самое время, когда мы занялись с вами глазурью. Теперь нам нужно снова ждать где-то 10-15 минут, когда непосредственно сами кейк-попсы остынут и когда согреется глазурь. Надеюсь, она согреется быстро. Шаг номер 8. Для рисования тонкими линиями прокалываем мембрану тюбика зубочисткой. Аккуратно смазываем кончик трубочки глазурью и вставляем ее в кейк-попс. Глазурь у меня согрелась. Так, давайте начнем, наверное, с классической белой глазури. Она очень горячая, она жидкая. Смотрите, как гнется все. Можно начинать. Прокалываем зубочисткой упаковку. Теперь наносим на трубочку. В каком количестве наносить, не понимаю. Первый прокол пошел. Так, наверное, да? Но у них, смотрите, прям сильно как-то много здесь глазури. Сейчас давайте на вторую трубочку побольше нанесу. Там написано именно на трубочку наносить и вставлять. Чинь. Чинь. Прикольно. Белую возвращаем обратно. Розовенькая глазурьчик. О, она такая нежная. Ой-ой-ой. Что-то нежное и не белоснежное теперь потекло. Наверное, плохо я ее перемешала. Окей. Чем дальше, тем больше глазури на трубочке оказывается. Пурпурная глазурь. Ее хорошо надо помять. А то что-то вот с розовой был какой-то косяк. Там как-то цвет отделился от самой глазури. По-моему, это не прикольно. Одной зубочисткой прокалываем все, что можно. О, она почти как розовая. Не сильно-то отличается. Но мне нравится такой цвет. Это типа чупа-чупса, только... О, это чупа-чупс. Кельс на палочке. И придумали ему такое название прикольное. Маша зум на ее кухне готовит сладкие щупики. Мне так нравится с вами стоять на кухне и готовить. Это так приятно, так мило. Пожалуй, я создам кухню. Канал. Кулинарный канал, ребят. Кто хочет кулинарный канал от Маши? Вот это долгий интересный процесс, конечно. Коричневая, как шоколадная. Как будто жидкий шоколад лезет. Нутеллка такая. Очень. Ой, она вся ушла туда, смотрите. Вся глазурь ушла в кейк-попс. Ее вообще не видно. Удавливаю. Какой звук. Так, коричневая что-то мне не очень заходит. Давайте вернемся к белой глазури. И оставшиеся кейк-попсы сделаем с ней. Вот так. Ой-ой-ой. Что-то пошло не так. Окей. Тинекс. И чинь. Сейчас мы отправляем всю эту конструкцию в морозилку. Она очень нежная. И тут, на самом деле, главное ее просто донести до туда. Ну, идеально, я считаю. Пока наши кейк-попсы остужаются, я задалась вопросом, а как же поступать-то дальше? Потому что нам не объясняют, что делать дальше. Кроме того, что украшайте свои кейк-попсы глазурью, посыпкой декоративной и радуйтесь жизни. Ну, тут так и написано, смотрите. Достаем кейк-попсы, украшаем глазурями, посыпками и сахарным декором. В покрытие поверхности убираем мембрану полностью. Ставим готовые кейк-попсы в стакан, чтобы они не касались друг друга до полного застывания глазури. Чтобы они все были красивые в итоге. Чтобы глазурь не накапала ни на что в этом мире. И я взяла вот эту коробку, которая у нас была здесь. И решила сделать такую конструкцию. Вот такие отверстия с помощью трубочки, чтобы было идеально. И таким образом мы высушим все наши кейк-попсы. Методом будет явно удобнее, нежели чем они предлагают стакан какой-то. Когда уже все кейк-попсы вы окрасили. Окей, я украсила один кейк-попс. Стою такая, с него течет глазурь. И дальше-то что делать? Непонятно. Так что я сейчас это все подготовлю. И мы будем с вами просто настоящие маги-чародеи, кулинары и мастера своего дела. Ну что, готово абсолютно все. Кейк-попсы уже не кейк-попсы, а какое-то мороженое. Они настолько замороженные. Хотя нет, не очень. Прикол в том, что сам кекс, он замороженный. Такая штука прикольная, я не могу. Ладно, давайте начнем. Надеюсь, у нас все получится. Ох, какая она жидкая, капец. Ох, ешкин, макарешкин. Сложнее, чем я думала. Течет, везде вообще течет. Ох. Так вот обмакнуть. И у меня все ломается. У меня кейк-попс просто ломается. Метод плохой, не рекомендую. Получилось что-то очень уродское. Прям максимально. Ну, где-то на этом моменте что-то пошло не так. По-моему, у меня кейк-попс отваливается. Вау, какой он. Хочу коричневую глазурь. Она тут самая густая. Она стоит, стоит. И все, никак не может стать жидкой. С помощью зубочистки они предлагали мне глазурь разравнивать. Как они это представляют? А-а-а. У-у-у. Вот как это работает. Главное, зубочистку мне не положили. А у меня, может, в доме всего одна зубочистка. Я серьезно, я не могу больше найти. Я одну нашла совершенно случайно. Зубочистку мы сюда кладем. Она на вес золота. Ненавижу, просто ненавижу. Ёк-макарёк. Прикольно разравнивается. Кстати, вообще прям неплохо так. Прям красиво получается. И так профессионально их никогда никто не обмакнет. Белая должна быть пипец, какая красивая. Обожаю белую глазурь. Вот это тоже я обожаю. Все, конечно, супер классно. Такс, такс. А давайте розовый чуть-чуть намешаем. Вот так вот приколдесно. Настоящий идет диайвай. Настоящее искусство приготовления кейк-попса. Эксклюзивно. Звездочек тут, конечно, мало осталось. Ну, ладно. У меня еще есть вот такие вот сны единорога. Это моя посыпка. Я про нее вспомнила. Я считаю, это идеальный кейк-попс. Кейк-попс лучше вы нигде не встретите. Какой цвет следующий сделаем? Давай коричневый. Итак, сейчас мы с вами будем делать кейк-попс эксклюзивно для Дениса. Как он захочет, так и сделаем. Побольше глазури, поменьше. Все, теперь белый. Аккуратно это все так распределяем. Посыпки надо? Нет. Это твой будет. Смотрите, какой красавчик. Беру белую глазурь. Наношу ее. Ммм, ля-ля. Ммм, плохо давится что-то. Давай, давай, давай. О май гарбл. Кейк-попсисты это, в общем, очень такие терпеливые люди. Представляете, человек каждый день делает кейк-попсы. Это сколько терпения, сколько любви, сколько труда вложено в это. У меня к ним дикое уважение теперь. Прям хочу обильненько сердечками засыпать и все. Похоже на клубнику в шоколаде. Или как будто обсыпано какими-то лепестками роз. Кейк-попс по 10-балльной шкале. Опс. Возьмем розовый. Наносим. Так сложно, так сложно. Теперь макаем. Вот, я думала, всегда так делают. И никак иначе. Нажать и так делают. Идеальный, просто идеальный, посмотрите. Как будто из магазина. Он даже не похож на домашний, он настолько идеальный. Ну, такой вот пурпурный оттенок. О, ешкин, макарюшкин. Пурпурный, сори. Если его прям тонким слоем нанести, каково оно будет? Тонким слоем очень сложно нанести. Ну все. Прям красота. Прям... О, ля-ля. Это бабочки. Давайте еще пару кикпопсинок и будем уже, наверное, останавливаться. А то, мне кажется, мы лопнем от такого количества красоты. Делаем коричневую шоколадную кикпопсину. Она прям пахнет шоколадом. Как это они добились этого? Может, это правда горячий шоколад? Хочу попробовать намешать себе цвета. Не знаю, получится ли, нет? Так, немножко коричневого. Немножко пурпурного. Который уже почти все закончился. Ну, не немножко получилось. Теперь розовый. И белый. Ох, неплохо. Теперь берем огромную зубочистку. Все это вот так вот распределяем. Что-то все течет. Это слазновато. Это уже для прокаченных, знаете ли. Ой-ой-ой-ой. Я даже ничего не буду обсыпать здесь. Нальше только чуть-чуть. Когда это все подсохнет, будем пробовать. Ожидание. Реальность. У меня такое впервые, чтобы реальность превзошла все мои ожидания. По-моему, получилось прям очень неплохо. Все, теперь можно есть. Ты мой первый. Помни об этом. Кекс на палочке. Прикольно. Хрустит. Очень сильно хрустит. Действительно, лимонный кекс. Он очень нежный. Есть одно но. Глазурь еще не застыла, и она была мягкая. Вот когда глазурь застынет, будет прям вообще пушечно. Там надо убирать сон в морозильник, или на улицу, или в холодильник. Жрать какое-то время мне не хочется. Я просто уже хотела настолько сильно есть, что, ну, понимаете, глаза разбегались, слюни текли, и я не могла сдержаться. Но это реально круто, и, ребята, у меня получилось делать кикпопсы. Ура! Я думала, что я не смогу, но я все-таки смогла, и даже нигде ничего не запылила. Я так счастлива, и мне кажется, я достойна вашего лайка. Пишите в комментариях, делали вы когда-нибудь кикпопсы, пробовали ли вы когда-нибудь кикпопсы. Я теперь всем буду рассказывать, что я делала кикпопсы, и я, как самый настоящий кулинар, могу удивить кого-нибудь кикпопсами. Этот наборчик прошел мой тест, у меня все получилось, и ставлю ему огромный лайк. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, нравится ли вам такие кукинги, снимать ли вы для вас их чаще, или не чаще, или вообще вам не нравится. Но я вас очень на всех люблю, желаю прекрасного настроения, и всем пока! Давай я буду свой есть капкейк, пахнет вкусно, глазурь мягкая, все прилипает, маленький, вкусненький, мне нравится. А можно второй? Вот этот, наверное, съем. Субтитры сделал DimaTorzok